Любая, даже самая длинная дорога всегда начинается с первого шага. Такой шаг в деле финансовой грамотности подрастающего поколения Национальным банком был сделан несколько лет назад. Для этого была разработана специальная программа, обучающая занятия, конкурсы и экскурсии, в рамках которой призваны помочь школьникам разобраться в основных финансовых терминах и операциях, приобрести знания, навыки и умения в использовании банковских услуг и продукции. Мы именно выбрали себе детей старших классов, потому что мы надеялись подготовить немножечко их к взрослой жизни, потому что они будущие потребители финансовых услуг. Но и учитывая, что везде сегодня в банковском розничном бизнесе очень много различных технологий, и взрослые поколения иногда плохо в них разбираются, а дети очень легко и просто. Они сегодня с телефонами, сотами уже рождаются, можно сказать. Поэтому мы надеялись, что мы немного будем обучать детей, а они в свою очередь будут обучать своих родителей. Соревновательный дух практически всегда повышает эффективность работы. Именно поэтому, помимо различного рода обучающих мероприятий, в рамках проекта была разработана и специальная программа состязаний – Олимпиада по финансовой грамотности. Проходила она в три этапа. В первом районном туре приняло участие около 800 учащихся 10-х и 11-х классов. Во второй областной прошли по два человека, занявших самые высокие места на предыдущем отборе. Была создана программа «Разработанные вопросы, тематика». И первый этап он включал в пройдение городских и районных олимпиад. Когда мы провели городские и районные олимпиады, мы убедились в том, что наши дети показывают довольно-таки большой уровень знаний и само по себе требовало продолжения следующего этапа. Именно областной туры определил представителей Брещины, которые отправились на республиканские старты. Конечно, подготавливая ребят к конкурсу, сотрудники Главного управления Национального банка по Брестской области на успех рассчитывали и в юных финансистов верили. Однако итоги превзошли все ожидания. Первое и третье места объедестала почета, первой в стране олимпиады по финансовой грамотности, были завоеваны представителями Брещины, Дмитрием Уснарским и Марией Вольской. Памятные подарки самым подкованным юным банкирам вручили накануне новогодних праздников. Я считаю, что эта олимпиада очень полезная и очень важная. Ведь каждый может узнать что-то новое, и эти знания обязательно пригодятся в жизни. То есть это не что-то такое, что никогда ты не будешь использовать, а это то, с чем мы сталкиваемся каждый день, с финансовыми услугами, поэтому участие в этой олимпиаде не будет лишним. Родные Марии Вольской, получая подарок вместо девушки, которая, к сожалению, не смогла попасть на награждение, своих эмоций не скрывали. Они гордятся успехами Марии и верят в то, что почетное олимпиадное место – хоть и значимое, но только первая ступенька в карьере. И желают ей и всем участникам олимпиады дальнейших успехов и свершений. Интересовалась, да, все, она там, в другой раз даже мне еще подскажет, где какие банки, какие проценты бывают, что в каком банке новая. Поэтому вот она, ну мы узнали, конечно, мы заранее не знали, что она будет в этом конкурсе, она накануне только сказала, что будет, мы за нее, конечно, порадовались. Хотелось пожелать удачи, чтобы все получалось. Анастасия Страбко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БУК-ТВ.